доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня у нас будет краткий обзор одного из недавно открывшихся проектов который как вы видите называется your life роли play ну и конечно же построен данный проект на базе игры арма 3 ну а обзор будет кратким просто потому что стоит этот проект на карте которую я всегда хвалил но на самом деле она уже можно сказать такая подзаезженная и вот как раз вот этот вот скриншот при входе в игру все красочно рассказывает те кто играют в арму наверное уже понимают о какой карте я говорю да эта карта неплохая но она уже к сожалению старенькая и ее используют слишком много вновь открывшихся проект наверное из-за того что она самая доступная из тех представленных карт в интернете которые вообще существуют ну и вот как она выглядит а видим мы все те же старенькие иконки в общем то никакой интерактивности конечно же на этой карте нету ну и давайте заходить уже на сам проект вот так вот выглядит кавала центр ковал и изменений конечно же есть но изменения минимальные в общем то это уже такая привычная картина для этой вот сборочки я уже неоднократно ее показывал вот эти вот колокольни они нас всегда встречают и недавно я обозревал какой-то проект и говорил что вот там точно также все сделано ну в общем то и здесь как мы можем заметить изменений тоже минимум добавлены объекты с карты танова но и есть какое-то еще левая зданица ну и давайте по магазинам как я сказал обзор будет кратким поэтому пробегаемся очень быстро скажу что на данном проекте очень и очень много одежды одежды ну практически максимум вот все что можно было запихать все запихали на этот проект поэтому зайдя сюда с одеждой со скинами у вас к никаких проблем то не будет есть женские есть мужские скины в общем то как я сказал очень очень много всего суда понапихали конечно же не обошлось и без виповской одежды есть тут отдел для обладателей випа также надо сказать что на этом проекте не один магазин с одежды есть еще такой магазин на этого на этой сборке стоит уже изначально тот магазинчик обычно называется поясни за шмот здесь же как в общем то и с многими объектами на карте были изменения этот магазин здесь уже называется не поясни за шмот а совсем по-другому но там представлены такие более-менее уникальные штуки я о них неоднократно тоже рассказывал там можно покупать себе отдельно цепи на шею какие-то уникальные шапки часы ну в общем такой магазин аксессуаров которых на других проектах на самом деле на других сборках я не встречал этот магазин встречается вот именно на этой вот сборочке он выведен отдельно и там эти аксессуары на шею там цепи золотые серебряные всякие эмблемы можно покупать отдельно ну и также в этот магазин добавлены всевозможные усы бороды то есть нету отдельного барбершопа как это иногда делается вы заходите в барбершоп и там вы себе уже настраиваете какие-то бороды усы там прически здесь все выведено вот в этот магазинчик и в этом магазинчике вы можете себе если уж вам очень хочется там налепить себе бороду ну или еще что-нибудь в общем здесь все представлено в одном магазине и аксессуары и бороды все 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 влеплено вот сюда хорошо это или плохо уж решайте сами не знаю мне кажется что это неплохой вариант чтобы не бегать просто по магазинам ну с другой стороны можно было бы сделать я отдельный барбершоп ну и переходим дальше магазин автомобилей магазинов автомобилей здесь много есть элитные не элитные я покажу только один и опять как и по сравнению с магазином одежды в котором как я сказал очень много всего напиханным то же самое и с автомобилями вообще никаких проблем у вас не возникнет магазинов с автомобилями очень много моделей представлена тоже огромное количество модели всякие разные то есть Здесь нет такого, как я показывал, например, на том же Родосе. Были собраны модели только одного автора. Здесь такая вот сборная солянка. Машин огромное количество. И магазинов тоже огромное количество. Есть и магазины с ВИП машинами. Есть магазины элитные. Очень много магазинов. Они разбросаны по всей карте. Не только в одном городе находятся. Не только в Кавале. Надо ездить по всей карте и по разным магазинам. Магазин стоит и в аэропорту. Там магазин элитных автомобилей. В которые, не знаю, может быть зайдем, может быть нет. Но хотелось бы сделать какой-то более-менее краткий обзор. Потому что, ну, особых вот каких-то индивидуальных фишек этот проект показать не может. Поэтому и хочется сделать просто какой-то быстрый обзор. В котором покажу, какая здесь экономика. Какие машинки, какая одежда. Ну, вот таким вот образом хотелось бы быстренько пробежаться по этому проекту. Ну, и что касаемо цен на автомобиле, который вы сейчас видите. Ну, экономики мы еще коснемся. Но на данный момент цены у меня без випки. Как раз вот я вышел из этого магазина. Прошел там, может быть, минут 10 пешочком по проекту. И ко мне прилетела випка. Мне надо было перезайти. И уже в следующем магазине мы увидим цены с випкой. Випка дается на неделю вип четвертого уровня. Не знаю, сколько вообще уровней здесь. Но надо сказать, что випка, которую мне дали, действует на фарм очень хорошо. А вот машины, которые представлены для випа в магазинах, почему-то мне не открылись. Ну, а далее также быстренько пробежимся вот по тому магазину, о котором я только что говорил. Магазинчик принадлежит как раз этой сборке. И вот здесь можно покупать какие-то более-менее, как вы сейчас можете заметить, уникальные вещи, которых я на других проектах не встречал. Вернее, не на проектах, а на сборках других я вот такого магазинчика не встречал. Он действительно принадлежит вот этой сборочке. И когда заходим на эту сборку, всегда там есть магазин. Вот с этими вот уникальными штучками. Обычно эти цепи, они уже вшиты в скин в какой-то там, покупаешь адидасовский костюм, и на нем уже есть какая-то цепочка. Здесь, как вы можете заметить, цепочки, эмблемы можно покупать абсолютно отдельно. Также какие-то уникальные шапочки и часы. Не знаю, вот с часами мне не очень тема понравилась, потому что в моем скине уже изначально, вы можете заметить, есть часы. И когда я здесь покупаю часы, получается, что у меня часы на часах. Ну, такая себе штуковина. Но все равно, тем не менее, магазинчик вот такой, можно сказать, универсальный. Какие-то фишки интересные здесь можно купить. Далее же, как я и сказал, мне прилетела VIP-ка. Администрация написала, что надо перезайти, и все. После перезахода у вас появляется VIP-4. Поэтому следующие цены в следующем магазине, а это будет магазин грузовиков, мы будем смотреть уже с заниженными ставками, так сказать. Потому что VIP-ка дает вот такой небольшой буст по финансам. Вообще, в принципе, магазинчик выглядит вот таким вот образом. Заметьте, есть банкоматы. Возле каждого магазина стоят банкоматы. По транспорту опять то же самое, что и с магазином одежды, то же самое, что и с легковым транспортом. Машин огромное количество, есть всякие разные. Единственное, что вот ценовая политика мне что-то не очень была понятна на этом проекте. Сейчас вы все видите. Есть машины, которые стоят очень дешево, а есть машины, которые стоят просто каких-то заоблачных денег. С экономикой на тот момент, когда я снимал, мне казалось, что она была просто не настроена. И это может быть и так. Действительно, я не общался с администрацией, но цены и на ресурсы, и на технику мне показались очень странные. Есть слишком доступные, а подъемных здесь дается 500 тысяч. Вот можете сейчас посмотреть. То есть я, зайдя на проект, уже могу себе позволить огромное количество всевозможных машин. Но еще одно, что я, наверное, подвергну сомнению, это, на мой взгляд, несбалансированность вместимости автомобилей. Есть, например, там ЗИЛ, у которого вместимость 50, и берем следующий ЗИЛ, который такого же размера, у которого вместимость уже 400. То же самое там с Хентом есть. Есть бортовой Хент, у которого вместимость 400, а следующая машина представлена, это Хент тентованный, у которого уже 600. Ну и, на мой взгляд, опять же-таки, несбалансированность по отношению к VIP и не VIP игрокам тоже мне не особо понравилась. Дело в том, что здесь максимально, по-моему, я сейчас не пересматривал, по-моему, здесь максимальная вместимость 1500 слотов. А у VIP-машины 4000 слотов. На мой взгляд, это не очень честно. Я понимаю, что VIP-овские это за деньги куплено, и это должно быть лучше, красивее и тому подобное. Но вот такой вот скачок в 1500 и в 4000, на мой взгляд, ну не очень сбалансировано. Но сейчас вы это сможете увидеть. А VIP-машины идут как раз вот после этого ЗИЛа, на котором мы потом немножко остановимся. Ну и вот следующие идут как раз эти VIP-машины. Вот сейчас вы можете заметить, какая слотность у этих автомобилей. Я думаю, у каждого будет свое мнение по этому поводу. Но лично мое мнение, что такой дисбаланс все-таки не очень красиво со стороны разработчиков. Ладно, если простой игрок может приобретать себе автомобиль в 1500, а VIP-игрок может, например, на 1000 больше. Но в два раза, а это тут даже больше, чем в два раза, потому что оказывается 1200 максимальная слотность, а у VIP-машины 4000. Ну не особо, мне кажется, это честно. И как вы можете заметить, у меня VIP четвертого уровня, но он не дает невозможности покупать вот данный транспорт. Поэтому нужна VIP-ка, видимо, какого-то следующего уровня, который вам откроет эти машины. Но не четвертого уровня, который дается вам на неделю. Каждому новому игроку дается VIP-4 на неделю. Ну и переходим дальше к транспорту. Вы его сейчас видите, ну а остановимся мы, наверное, на хенте. Он и по деньгам мне подходит, и, в общем-то, 1200 слотов у него присутствует. Как изначальная машина, он мне подойдет как и по слотам, так и по деньгам. Ну а остальные машинки, представленные здесь, вы сейчас видите. Есть и иномарочки, и вот такие вот красивые мерседесы. Вот они-то, кстати, и есть на 1500 слотов. Ну и вот тот хент, на котором мы, наверное, остановимся. Показывать его нет смысла, все с ним знакомы. Есть покраски, как видите. Выберем самую чмошненькую, розовую. Но смотреть мы будем не хента, а вот этого ЗИЛа, которого я приобрел чуть позже. Это ЗИЛ, автоподборщик, то есть он предназначен для того, чтобы автоматически собирать ресурсы. Емкость у него 2000. Не знаю, много это или мало для сборщика, но вот такая вот моделька. Интересно в нем то, что моделька-то достаточно старенькая такая, размыленная, но интересное решение автора. Он просто взял и наложил вот такую вот накладку от КамАЗа в виде приборной панели. Можете заметить, какой контраст между размыленным рулем, размыленными текстурами дверей и четкостью вот этой вот наложенной сверху приборной панели от КамАЗа. И такое решение автор применяет очень часто. Я уже неоднократно видел машины и ЗИЛы, и старенькие КамАЗы, в которые садишься, а приборка одна и та же. Вот такая вот. То есть таким вот образом автор обновляет автопарк. Ну а что касаемо характеристик данного ЗИЛа, то они такие себе. ЗИЛ очень небыстрый и очень плохо воспринимает любые подъемы, любые неровности на дорогах. Если небольшой подъем, то скорость у него катастрофически низкая. Ну а максималка у него я разгонял до 101 километра. Но возвращаемся к экономической части этого проекта. А экономическая часть этого проекта заслуживает, я бы сказал, наверное, какого-то отдельного внимания. А дело в том, что характерное отличие этого проекта от других, это вот как раз-таки благоустроенность точек добычи ресурсов. Все точки добычи, продажи или переработки на этом проекте благоустроены. Вот таким вот образом, как вы видели сейчас. Любая локация, которую вы посетите, будет в корне отличаться от стандартной версии сборок ARMY 3. Ну а сама добыча происходит вот таким вот образом. Мы нажимаем левую кнопку мыши, он три раза колотит киркой. Далее появляется кусочек какой-то руды и мы ее подбираем. Скорость подбора это с учетом VIP. Также буст данной VIP распространяется и на переработку. Есть кнопка переработать все, ну и скорость самой переработки вы сейчас видите. Также выдержано меню в черно-оранжевых цветах, как и в магазинах, как и на переработке, в общем-то на всем проекте. Это даже не достижение разработчиков, это достижение данной сборки. Она путешествует из проекта в проект. В общем-то сборочка заточена для как раз фарма ресурсов. Все для этого есть. Но не будем на этом заострять внимание. Переходим дальше. А дальше у нас магазин летной техники. Ну саму технику вы сейчас видите, я бы сказал нормальное количество летной техники. Немного, немало. Но есть вопросы опять по слотности и по стоимости, ну и в целом. Нелогично, я бы сказал, распределено здесь соотношение стоимости и тому подобное. Так, например, грузовые вертолеты здесь носят достаточно мало. Как всегда, ВИПовский носит аж 4000 слотов. Самый большой вертолет здесь представлен военный, старый военный американский вертолет. Он носит 2000 слотов. А грузовой вертолет, реально там, например, Махавк, носит гораздо меньше. Вдвое меньше даже, я бы так сказал. Вообще все грузовые вертолеты почему-то носят очень мало груза. А военные вертолеты или вот, например, такой, это вообще деловой какой-то вертолет, он носит очень много слотов. То есть нет какой-то логичности в том, как распределили слотность. Вот, например, старый военный вертолет, который, в общем-то, перевозит с собой только группу людей. И как видите, у него аж 2000 слотов. А Махавк, который действительно предназначен для перевозки грузов, или вот такой вот вертолет, тоже грузовой вертолет, носит гораздо меньше. Ну, логики никакой в этом нету. Маленькие вертолеты носят много, большие грузовые вертолеты носят мало. Ну и опять вот это вот, на мой взгляд, несправедливость по отношению к VIP. Ну, слишком много. 4000 слотов это слишком много. Хотя, надо сказать, что здесь есть вертолет на 2000 слотов. То есть, как бы, даже больше, чем грузовая машина. Самая большая грузовая машина здесь носит 1500 слотов. А вертолет носит 2000 слотов. Ну, вот, судите сами, как здесь распределена слотность и грузоподъемность. Да и вообще, если в целом говорить об экономике этого проекта, она то ли очень легкая, то ли не настроенная пока еще. Но надо сказать, что работы ведутся каждый день. Каждый день идут какие-то обновления. Но я, съездив два раза на ресурсы, смог купить себе две машины, вот этот вертолет и еще дом. Ну, поэтому смотрите уж сами, как тут распределена экономика. Больше, в принципе, показать нечего. На проекте существует огромное количество баз. Базы все выглядят как вот это. Это свободная база. Свободных баз тоже очень много. Есть и занятые, но вот я вам сейчас показываю, как выглядит свободная база. Базы примерно все одинаковые. Они выглядят вот в таком милитаристическом стиле. Вот такое вот количество баз здесь присутствует. Есть группировка профсоюз, у которых есть своя уникальная униформа, как вы можете заметить. Но база у них, в общем-то, я бы сказал, не отличается. Это все тот же самый полукруглый ангар. Ну и внутри стоят некоторые гражданские здания. Группировка занимается помощью полиции, помощью новичкам. Ну, в общем, как и на всех проектах, группировка профсоюз. В общем, такая же она и здесь. Ну, вот на этом, наверное, и будем заканчивать наш обзор проекта Your Life Roleplay. Показать какие-то уникальные штуки я не смогу, потому что их здесь просто нет. Проект достаточно стоковый, такой вот классический, я бы, наверное, так сказал. Да, на этой сборке действительно присутствует очень много всего, чтобы вы комфортно себя чувствовали, если вы будете, например, заниматься добычей ресурсов. Не знаю почему, но то ли легкая, то ли еще не настроенная экономика. В общем-то, вот такой вот у меня получился обзор этого проекта. Сервер открыт, он в онлайне, и он, в общем-то, ждет своего игрока. Идут постоянные обновления, что-то добавляется, что-то фиксится. Если кому-то понравился данный обзор, данный проект, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok